Первое, чему уделил внимание глава региона в ходе визита в Макдагачи – единственный подъезд к райцентру. Ведь на эту дорогу, а если быть точнее, на ее отсутствие часто жаловались местные жители. Чтобы с федеральной трассы попасть в поселок, водителям необходимо преодолеть 3,5 километра бездорожья. На то, чтобы трассу отремонтировать и привести в порядок, Минтранстрой выделил 45 миллионов рублей. На сегодняшний день конкурсные процедуры проведены, контракт стадии заключения. Подрядчик у нас «Зей Инвест Энерго». Он, в принципе, у нас уже зарекомендовал себя в Зейском районе, то есть на содержании, на ремонтных работах. Планируется работа начать в мае месяце и закончить до конца сентября. В проектных работах на время ремонта будет учтен проезд транспорта по одной полосе, что позволит автомобилистам без затруднений добираться до райцентра. «Славится наш дивный край для гостей и песня русская, и душистый карабай». Александр Козлов также в ходе визита в Макдагачи вручил муниципалитету ключи от новенького библиобуса. Такой автомобиль, где разместились несколько ноутбуков для выхода в интернет, арктехника и немаленький книжный фонд, обошелся в 3,5 миллиона рублей. Кстати, работа библиобуса не ограничивается только выдачей книг. Также его планируют использовать для выездных концертов и творческих вечеров. Уже через неделю он отправится в приграничные села Преамурия с развлекательной программой. «Большие возможности открывают перед жителями Макдагачинского района для тех людей, которые будут работать на этой машине. Люди из малочисленных населенных пунктов, отдаленных, будут иметь прекрасную возможность приходить, выходить в сеть интернет, знакомиться с новинками художественной литературы». В ходе работы открытого правительства в Макдагаче провели расширенное совещание, на котором обсудили вопросы развития и поддержки здравоохранения, образования и ЖКХ, а также решили социальные вопросы кадровой политики. «Сегодня мы общались в первой половине дня. Основные вопросы – это медицина, кадровая политика, потому что северные территории, очень сложно едут сюда специалисты, но, несмотря на это, наши медики решают эти вопросы, ну, понятно, не до конца. И в том числе, вот сейчас министр здравоохранения поехал в Сиваки, то есть его задача там разобраться с подразделением больницы, потому что прием терапевта не осуществляется в тех графики, которые здесь озвучиваются, и население это подтверждает». Также на совещании обсудили вопрос с Домом культуры, который ранее принадлежал РЖД. В ближайшее время область выделит около миллиона рублей в рамках софинансирования на приобретение необходимой техники. Местный ДК планирует пополнить световым и звуковым оборудованием, а также закупить новые кулисы в концертный зал. Ростислав Азизов, Дмитрий Сгибнев, Первый областной канал.